привет сегодня мы вяжем шахматные элементы и начнем сначала с квадрата нам понадобится два контрастных цвета возьмем один из них вязание начинаем с волшебного кольца если вы не умеете вязать волшебное кольцо то есть короткое понятное видео у меня на канале youtube либо просто наберите в youtube кольцо амигуруми или волшебное кольцо крючком и можно легко научиться итак мы сделали волшебное кольцо волшебное кольцо вяжем столбик без накида 2 воздушных петли второй столбик без накида снова 2 воздушных третий столбик снова 2 воздушных и четвертый столбик тянем за кончик затягиваем наш наше кольцо и завершая этот квадрат мы должны его соединить но вместо того чтобы вязать 2 воздушных петли и соединять в первую мы сразу соединим в первую но столбик с накидом который у нас собственно и будет выглядеть как две воздушных петли и так накид вводим крючок подобие полупетли 1 1 столбика и провязываем столбик с накидом вот такой у нас получился начальный квадрат в шахматном вязании чтобы получились ровные расходящиеся линии одного и того же цвета важно менять цвет в каждом ряду поэтому следующий ряд будем вязать новым цветом а при смене цвета при вязании крючком нужно последний столбик не до вязать и провязать его уже новым цветом так что я сейчас немножко распущу вот до двух петель и протяну уже второй цвет вот так подтяну немножко желтый вот что у меня получилось теперь следующий ряд я буду вязать синим цветом поэтому я сразу завожу вот так вот назад само вязание поворачиваю как книгу вот так теперь начинаю вязать я ввожу крючок вот в этот угол вела и провязала столбик без накида потяну здесь желтый цвет чтобы все было у нас не разболтана дальше воздушная петля и следующий угол я провязываю столбик 2 воздушных и столбик снова воздушная петля следующий угол столбик 2 воздушных столбик опять воздушная петля следующий угол столбик 2 воздушных столбик снова воздушная петля и теперь мы дошли до нашего первого угла давайте рассмотрим то есть вот наш первый угол с которым мы начинали один столбик здесь уже есть значит нужно провязать второй туда же и опять как и в прошлом ряду вместо того чтобы сделать 2 воздушных мы сейчас сделаем столбик с накидом но обратите внимание мы должны ввести в первую петлю первая петля у нас вот будет так который мы уже сделали начиная ряд вот этот столбик накид вводим поскольку мы возвращаемся к желтому цвету вот у нас желтый цвет завершаем столбик этим цветом подтягиваем синий цвет пусть вас не пугает вот это вот перетяжка сейчас это изнанка и мы ее в следующем ряду спрячем и так снова как книгу поворачиваем и начинаем опять вязание с угла вводим в угол вяжем первый столбик опять воздушная следующий промежуток там где в прошлом ряду была воздушная петля вяжем столбик воздушная в угол всегда в угол вяжем столбик 2 воздушных снова столбик опять воздушная в промежуток предыдущего ряда столбик воздушная в углу столбик 2 воздушных столбик опять воздушная столбик воздушная в угол столбик 2 воздушных опять воздушная петля промежуток столбик воздушная петля дошли до угла вяжем в угол опять столбик мы находимся на лицевой стороне сейчас и будем возвращаться к синему цвету вяжем в первую петлю столбик с накидом и довязываем моего уже синим цветом подтягиваем желтый вот что у нас уже получается теперь опять синий цвет заводим назад и поворачиваем вязание как книгу вот так и продолжаем первую петлю провязываем в угол подтягиваем здесь контрастный цвет чтобы затянулся этот столбик но не сильно и снова воздушная в промежуток столбик воздушная столбик воздушная в угол столбик 2 воздушных столбик воздушная то есть мы сейчас действуем по принципу обычной шахматки на углах всегда столбик 2 воздушный столбик так вот сделали последнюю воздушную дошли до начального нашего угла делаем в угол столбик и в первую петлю столбик с накидом довязываем его желтым цветом подтягиваем здесь синий вот так разворачиваем и продолжаем в угол опять столбик 1 подтягиваем и поехали дальше здесь важно добиться максимально незаметного соединения мы его добиваемся с помощью столбика с накидом вместо воздушных петель и важно еще когда вы разворачиваетесь на лицевую сторону заводить нить контрастного цвета назад сейчас мы еще раз с вами дойдем я вам покажу вяжется такой элемент очень быстро очень приятно можно тут играть цветами вязать например близкими по тону чтобы был красивый переход то есть вот мы дошли до угла вводим вот поскольку сейчас перейду на синий цвет я сразу того подтягиваю вот так вот завожу сюда и начинаю провязывать столбик с накидом сейчас я когда буду переходить на другую сторону я сразу вот эту синюю нитку заведу назад чтобы она сразу удобно у меня легла вот так и снова начну провязывать с угла и дальше так пойду хвостики вот эти потом прячется прячутся получается вот такой вот элемент с ровными расходящимися из центра вот такими полосками вы можете такой элемент использовать как элемент при вязании пледов то есть связать разного размера квадратики потом их шить получится очень интересный эффект особенно если вы будете цвета менять в квадратиках да даже если не будете менять вы можете связать такой квадрат размером с подушку, шить два квадрата, потом вместе получить наулочку для подушки. Или вы можете сделать подушку по принципу конверта, то есть вязать большой такой квадрат, а потом его сложить как конверт на другой стороне подушки и сшить. Вот получится тогда вот такой эффект ромбовый. Теперь свяжем тем же шахматным способом, но уже прямоугольник. Нам снова понадобится два цвета. Чтобы у нас получился прямоугольник, мы начнем вязание с цепочки воздушных петель. Наберем 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Начнем вязание со второй петли от крючка. Провяжем туда столбик без накида, дальше воздушная петля. Одну петлю в цепочке пропускаем, в следующую вяжем столбик и снова воздушная петля. Одну петлю в цепочке пропускаем, вяжем столбик, воздушная петля. Одну пропустили, столбик, воздушная петля. И опять одну пропустили, в последнюю вяжем столбик, две воздушных петли и туда же столбик. Это у нас будет один угол. Сейчас мы сформируем второй. Опять туда же вяжем столбик, две воздушных петли и туда же столбик. Провязали. Далее воздушная петля. Одну петлю в цепочке пропустили. Следующую вяжем столбик. Одна воздушная петля в цепочке. Пропустили. Дальше опять столбик. Воздушная. Одну пропустили. Вяжем столбик. Снова воздушная. Одну пропустили. А вот в последнюю вяжем столбик. Две воздушных столбик. И опять туда же столбик. А вот теперь вместо двух воздушных мы, как и в квадрате, сейчас соединим с помощью столбика с накидом и заодно присоединим новый цвет. Итак, делаем накид, вводим под обе полупетли первого столбика, провязываем столбик с накидом и довязываем его уже контрастной нитью. Вот так. Вот что у нас получилось. Нить розового цвета заводим сразу назад. Переворачиваем вязание. В угол провязываем первый столбик нового ряда. Подтягиваем красный цвет. Вот так. Воздушная. И сразу идем в следующий угол. В углу провязываем столбик. Две воздушных. Две воздушных. Столбик. Дальше воздушная. Теперь в промежутках, там где была в прошлом ряду воздушная, мы вяжем столбик. Воздушная, столбик воздушная, столбик воздушная, столбик воздушная, дошли до угла. В угол провязываем, как обычно, столбик. Две воздушных. Столбик. Снова воздушная. И в следующий угол столбик. Две воздушных. Столбик воздушная. Переходим на следующую сторону. Столбик воздушная. Столбик воздушная. Столбик воздушная. Столбик воздушная. И вот мы дошли до начального угла. Вот здесь вот. Мы вяжем туда столбик. И закрываем, как обычно, с помощью столбика с накидом. Возвращая красный цвет. Опа. Подтягиваем. Вот это у нас изнаночная сторона. Переворачиваем. И снова с угла начинаем вязать столбик. Подтягиваем розовый. Воздушная. И снова идем по сторонам. Провязываю в промежутке с воздушными петлями предыдущего ряда столбики. И не забывая делать между столбиками новые воздушные петли. Дошли до угла. Столбик. Две воздушных. Столбик. Воздушная. Здесь в промежуток уже на стороне опять столбик. Воздушная. В угол столбик. Две воздушных. Столбик. Переходим на следующую сторону. Не забываем перед углом вот здесь тоже делать воздушную. В угол столбик. Две воздушных. Столбик. Воздушная. Столбик воздушная. И вот мы вернулись к нашему первому углу. Вот здесь я прижму розовую нитку, чтобы мне было удобно. Столбик. И столбик с накидом завершаем розовым цветом. Вот посмотрите, что у нас получается. Вот такой вот интересный прямоугольник. Так мы продолжаем вязать по сторонам. И можно получить либо прямоугольную наволочку для подушки, либо элемент для пледа, либо целиком такой плед. Вот два элемента, которые вам, надеюсь, пригодятся. Спасибо, что смотрели. Будут вопросы, пишите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.